Издательство Эксмо. Рик Риордан. Герои Олимпа. Книга пятая. Кровь Олимпа. Посвящается моим замечательным слушателям. Простите за то извинение насчет сцены над бездной. В этой книге я постараюсь обойтись без подобных сцен. Ну разве что несколько маленьких сценок добавлю. Потому что я люблю вас, ребята. На зов ответят семь полукровок. В огне и бури мир гибнет снова. Клятву сдержи на краю могилы. К вратам смерти идут вражьи силы. Глава первая. Джейсон. Джейсон ненавидел свою старость. У него болели суставы, дрожали ноги. Он взбирался на холм, и в легких у него хрипело, как в коробке с камешками. Благодарение небесам он не мог видеть свое лицо, но пальцы у него огрубели и стали костлявыми, а кисти рук с тыльной стороны покрылись сетью взбухших синих вен. От него теперь даже пахло, как от старика, нафталином и курином бульоном. Как такое возможно? За считанные секунды он из шестнадцатилетнего стал семидесятипятилетним, а старческий запах накатил мгновенно. «Бум! Поздравляем, ты воняешь!» «Почти добрались», улыбнулась ему Пайпер. «Ты держишься просто прекрасно». «Легко ей говорить». Пайпер и Аннабет изменили облик и теперь выглядели как две очаровательные греческие девушки-служанки. Даже одетые в длинные белые платья без рукавов и сандалии на шнурках, они не испытывали никаких трудностей при ходьбе по горной тропинке. Каштановые с красным отливом волосы Пайпер были собраны вверх и заплетены вокруг головы. На руках блестели красивые серебряные браслеты. Она походила на древнюю статую своей матери Афродиты, которую Джейсон находил немного устрашающей. «Если ты встречаешься с красивой девушкой, это и так порядком действует на нервы. Но если мать твоей девушки еще и богиня любви, да уж». Джейсон вечно боялся сделать что-нибудь неромантичное. Вдруг тогда мама Пайпер грозно глянет на него с горы Олимп и превратит в дикого кабана. Джейсон поднял голову. До вершины оставалось пройти еще метров сто вверх по склону. Вся эта затея на редкость дурацкая. Он прислонился к кедру и вытер пот с олба. «Магия Хейзелл сработала малость чересчур. Если придется драться, я буду бесполезен». «До этого не дойдет», — пообещала Аннабет, нервно оглядывая свой наряд служанки. Ей все время приходилось горбиться, чтобы платье не соскальзывало с плеч. Заколотые в пучок светлые волосы девушки выбились и растрепались, так что казалось, будто у нее на голове сидит, болтая длинными лапами, паук. Памятуя о ее ненависти к паукам, Джейсон предпочел оставить это сравнение при себе. «Мы проникаем во дворец», — сказала дочь Афины, «добываем нужную информацию и уходим». Пайпер поставила на землю амфору, высокий керамический сосуд для вина, в который прятала свой меч. «Мы можем немного отдохнуть. Отдышись, Джейсон». На веревке, опоясывающей талию Пайпер, висел волшебный рок изобилия, а где-то в складках платья скрывался нож Котоптрис. Девушка выглядела безобидной, однако в случае необходимости могла одновременно орудовать двумя клинками из небесной бронзы или выстрелить в лицо врагу спелыми мангу. Аннабет сняла с плеча свою амфору. Она тоже несла в ней спрятанный меч, но даже безоружная вид имела грозный. Глаза цвета серого штормового неба пристально оглядывали местность, высматривая любые угрозы. Пожалуй, решил Джейсон, если бы какой-то тип попросил у Аннабет попить водички, она легнула бы его прямо по бифуркум. Он попытался выровнять дыхание. Под ними блестел залив Афалес. Вода в нем искрилась такой синевой, что, казалось, в нее вылили пищевой краситель. В нескольких сотнях метров от берега стоял на якоре Арго-2. Белые паруса его выглядели точно почтовые марки, а девяносто весел казались зубочистками. Джейсон представил, как друзья на палубе, наблюдая за его потугами, по очереди смотрят в подзорную трубу Лео и стараются сдержать смех, глядя, как дедушка Джейсон ковыляет в гору. «Дурацкая итака», — пробормотал юноша. Впрочем, подумалось ему, остров довольно красив. От горного массива в центре острова огромными змеями спускались к берегам лесистые гребни холмов. Белые, как мелоткосы, с разбегу ныряли в море. Узкие заливы образовывали скалистые пляжи и гавани, вдоль которых лепились дома с красными крышами и покрытые белой штукатуркой церкви. На холмах разноцветными точками пестрели маки и крокусы, росли дикие вишни. Легкий бриз нес аромат цветущего мирта. Все прекрасно, кроме температуры, 40 градусов по Цельсию. Было душно, как в римской бане. Джейсону не составило бы никакого труда призвать на помощь ветра и долететь до вершины холма, но нет. Чтобы не сорвать их коварный план, ему приходится ползти из последних сил, как к какому-то старикашке с больными коленями, от которого воняет куриным бульоном. Он вспомнил свой недавний подъем в гору две недели назад, когда они с Хейзл столкнулись с разбойником Скироном в холмах Хорватии. По крайней мере, тогда он был в полной силе. То, с чем им предстояло встретиться сейчас, будет пострашнее какого-то разбойника. «Вы уверены, что это тот самый холм?» — спросил он. «Здесь как-то, даже не знаю, тихо». Пайпер окинула взглядом линию горного хребта. В ее волосы было вплетено ярко-синее перо гарпии — сувенир, полученный во время нападения, случившегося прошлой ночью. Перо не очень-то сочеталось с ее надетым для маскировки нарядом, но Пайпер получила его, победив целую стаю демонических куриц, в одиночку, во время дежурства. Она преуменьшила свои заслуги, но Джейсон ясно видел — девушка горда собой. Перо словно свидетельствовала, она уже не та, что год назад, когда они только-только покинули лагерь полукровок. «Развалины вон там», — заверила она Джейсона. «Я видела их на клинке Котоптриса». «Ты и сам слышал, что сказала Хейзл. Самая большая...» «Самая большая концентрация духов зла, какую я когда-либо ощущала», — повторил Джейсон. «Ага, звучит просто здорово». После того, как они с боем прорывались через подземный храм Аида, Джейсон меньше всего хотел снова иметь дело со злобными духами. Но на кону стоял исход всего их путешествия. Команде Арго-2 пришлось принять очень важное решение. Если бы они ошиблись с выбором, то потерпели бы неудачу, и весь мир был бы разрушен. Ленок Пайпер, магическое чутье Хейзл и инстинкты Аннабет сошлись в одном. Ответ лежал здесь, на Итаке, в древнем дворце Одиссея, где орды злых духов собрались в ожидании приказов геи. План друзей состоял в том, чтобы прокрасться мимо духов, выяснить, что происходит, и решить, как действовать дальше. А потом смыться, желательно живыми. Аннабет поправила свой золотой пояс. «Надеюсь, наша маскировка продержится. Женихи и прижизниты были жуткими типами. Если они обнаружат, что мы полубоги...» «Магия Хейзл сработает», — сказала Пайпер. Джейсону очень хотелось в это верить. Женихи. Сотня самых жадных, самых злобных головорезов, когда-либо живших на земле. Когда Одиссей, греческий царь Итаки, пропал после Троянской войны, эта шайка третисортных князьков захватила его дворец и отказалась уйти. Каждый надеялся жениться на царице Пенелопе и таким образом захватить царство.